Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Вабонгеймс. Друзья, карьера за Сеню Бакина вам очень нравится, и мы сейчас подошли с вами к самому интересному. Плей-офф национальной хоккейной лиги. Сеня Бакин готовится к этим самым матчам. Да, именно так я должен был начать эту серию, и мы с вами должны были сыграть полноценный плей-офф за Питтсбург и за Сеню Бакина. Но случилось кое-что другое, и сейчас я вам подробно обо всем расскажу. Дружище, а ты хотел бы получить тысячу фри-бетов, всего лишь зарегистрировавшись? Такое возможно только у компании Бэтбум. Для этого вам нужно перейти по ссылочке в закрепленном комментарии и воспользоваться промокодом Вабонг. Эта регистрация займет у вас всего лишь 15 секунд. Я, например, пользуюсь отличным приложением, которое в прошлом сезоне было признано лучшим среди БК. Ну и убедитесь в том, что у Бэтбум самые высокие коэффициенты. Я уже с несколькими своими друзьями спорил на эту тему, и они все понимали, что я оказываюсь прав. Ну а фри-бетами вы можете спокойно сразу пользоваться и забирать себе выигрыш. Не нужно ничего отыгрывать. Сегодня я, естественно, заряжаю на вот эту игру. Ну и советую тебе тоже не тупить. Только не забудь воспользоваться промокодом Вабонг. Это очень сильно поможет нашему каналу. Удачи! Хух, ребятки! Случилось то, чего я даже не мог себе представить. Еще в пятницу на прошлой неделе должен был выйти новый ролик про карьеру завратаря Сеню Бакина. Как вы знаете, вы все его очень сильно ждали и просили. И, конечно, я сам был в преддверии плей-офф и очень сильно ждал того, что произойдет. И я записал для вас эту серию. И да, я не кликбейтил здесь. Сеня Бакин играл в финале Кубка Стэнли. Но, к сожалению, во-первых, моя Авермедиа, как обычно, меня подвела в самый неподходящий момент. Но это ничего страшного. То есть, вы поняли, видеофайлы никакие не сохранились. Вот. Но этих видеофайлов было всего лишь на 16 минут. Вы скажете, Вабончик, как это так, что за 16 минут можно до финала Кубка Стэнли дойти? Можно, друзья? Проблема в том, что как только я запустил карьеру вратаря, и вот, как вы помните, по предыдущей серии у нас закончилась регулярка, я нажал кнопку «Продолжить». Нам высветился соперник. Мы, кстати, ожидали, что в первом раунде мы будем играть против Флориды. Оказалось, что нашим соперником стал Нью-Йорк, с которым мы играли, как вы помните, в последний матч. Я уже думал, ну, сейчас давайте, сейчас Сеня против Нью-Йорка-то мы уже играли, знаем что и как. И нас вызывает к себе главный тренер, который говорит, Семен, привет, но в плей-офф ты будешь номером 2. Ты весь сезон прекрасно справлялся с этой ролью, но в плей-офф как бы у нас есть Мюррей, и ты на скамеечке. Я охренел, друзья, честно. У меня опустилось все, я предполагал, что такое может быть, но не до такой же степени. При этом тренер нам сказал в разговоре, что ты жди своего шанса, как только он появится, мы тебя сразу на плей-офф выпустим. Ну, я начинаю симулировать те матчи против Нью-Йорка, думаю, что хоть какой-то контент для вас я запишу. Я симулирую игры, и мы проходим Нью-Йорк с отсчетом 4-1 в первом раунде. Не на минуту, естественно, Сеню никто не выпускает. Даются какие-то тренировки, я, как обычно, делаю настройки, все такое. У нас второй раунд, и там Бостон. Вашингтон проиграл им как раз-таки. И мы могли с Вашингтоном встретиться, но получилось, что с Бостоном. И Бостон мы проходим со счетом 4-2. И опять Сеня не выходит ни на минуту. Я жду, может быть, будет какой-то разговор с тренером, еще что-то. Ничего, друзья, не происходит. Я просто тупо, как мы обычно это делаем, симулирую матчи. Просто симулирую матчи, вижу результаты, результаты, результаты. В финале конференции у нас Тампа-Бэй. Это просто что-то с чем-то. Вы представляете, какой был бы сумасшедший контент, когда такие соперники нам попадаются. Но и Тампу-Бэй мы проходим со счетом 4-1. То есть достаточно как-то просто все у Питтсбурга получалось. И вновь Бакен, естественно, не выходит. Ничего не меняется. Он просто меняется. У него формы темная, светлая, темная, светлая. Он в разных раздевалках сидит. Все, ничего, друзья, больше не происходит. Никакого контента. Нам даже бонусные деньги не давали. Ну, то есть они, наверное, причитаются только за победы. Ну, короче, то есть у нас ни денег не добавляется, ни рейтинг не растет. Вот ничего, я просто сижу и смотрю, как Бакен сидит в раздевалке, вот двигая головой и все такое. Короче, в итоге финал. Финал Кубка Стэнли, в котором мы играем против Вегаса. Интереснейшее, естественно, противостояние. И там были сумасшедшие качели. Туда-сюда мы ввели 1-0, проигрывали 2-1, ввели 3-2 и в итоге мы проиграли со счетом 4-3. То есть Бакен мог стать обладателем Кубка Стэнли, но, к сожалению, не стал. А самое, что интересное, карьера так сделана, что получается, если бы мы даже выиграли Кубок Стэнли, то нам бы не показали, как Сеня Бакен поднимает чашу над головой, пускай и запасным голкипером. Короче, это какая-то полная хрень. Я просто офигел. Ни разу, то есть, меня тренер не вызвал никуда больше ни на какую беседу. Ни с кем никаких разговоров не было. Мы просто просимулировали весь плей-офф. И когда я записывал тролик, я подумал, что, ну ладно, сейчас я хотя бы такой контент для вас выложу. Но получилось так, что Авермедиа тут еще и еще одну говняшку нам подкинула. И оказалось, что вы даже не можете увидеть вот эту симуляцию. Но я вам честно все рассказал, как оно и было. И вот сейчас, вот вы видите уже меню следующего сезона. Самое, что интересно, я бы мог, наверное, вы думаете, ну зайди в календарь. Или там в таблицу плей-офф предыдущую. Друзья, ее нету. Смотрите, календарь сразу начинается с сентября 2021 года. И все, и только дальше. Назад нельзя откатиться. Нельзя посмотреть результаты прошлого сезона. Вообще, я был в шоке. Вот наш ежедельный рост. Вот последние. Вот тренировки недоступные. Вот зарплата. Вы помните, даже те же самые цифры остались с прошлого сезона. Ну, может быть, там, я не помню. Ну, чуть-чуть изменились, но не сильно. То есть, вот один бонус, как нам был доступен. Все, ничего не поменялось. Дерево навыков. Там изменения случились. Потому что, вот, как только начался новый сезон, у нас рейтинг добавился. Сейчас 79. У Бакина был 77, насколько вы помните. Вот. И все, друзья. Центр статистики. Кстати, Овечкин стал лучшим бомбардиром. Плей-офф. Кросби, по-моему, лучше по очкам. Но я даже не знаю, кто MVP получил. Потому что, ну, этого нам никто ничего не показал. Статистика команды сейчас полностью обнуляется. Абсолютно. Наша восточная конференция. То есть, все у всех нули. Ничего нету. И именно этот сезон, вот вы видите, тут нет возможности посмотреть предыдущий сезон. Ничего. Ничего. Как будто мы с нуля начинаем. Овечкин, ну, типа, пока игрок номер один. Награды. Вот. О! Вот. Доказательство, что выиграл Кубок Стэнли Вегас Голден Найт. Вот это я могу посмотреть. Здесь президент Трофи Торонто выиграл. Вегас Голден Найт. Это... А вот мы выиграли свою конференцию. Присуждается команде высший финал Стэнли Кап в качестве победителя Восточной конференции. Вот мои доказательства, которые есть у вас. Что я вам не вру, что я вот здесь был в финале. И мы в этом самом, к сожалению, финале проиграли. Индивидуальные награды. А, вот, кстати. Вот этого я сам не видел. Прикольно. Кросби стал обладателем Арт Рос Трофи. Круто. Вот этого я не знал. Харт Мемерал Трофи выиграл тоже Кросби. Присуждается игроку, принесящему наибольшую полезность своей команде. Отлично. Кросби красавчик. Да, вот и тут выиграл. Джеймс Норрис Мемерал Трофи. Макин у нас стал игроком, показавшим лучший образец честной спортивной борьбы. Прикольно. Шестеркин стал лучшим новичком. Вау. Калдор получил. Прикольно. Конц Май Трофи получил, естественно, игрок Вегаса. Это понятно. Шестеркин везину забирает себе. Но мы тоже предполагали это с вами. Василевский присуждается вратарям, игравшим за команду в воротах, которые было забито меньше всего шайба. Вот так вот. Василевский тут меньше всего пропустил. Но за мужественность тут Нью-Джерси. Орайли лучшему нападающему оборонительного плана. Вот так вот. Кросби присуждает самому выдающемуся игроку НХЛ по мнению членов Ассоциации Национальной Хоккейной Лиги. И Кучеров, игроку в забившем наибольшее количество голов в течение сезона. Морис Ришар Трофи. Тот самый, который Овечкин, к сожалению, в нашем сезоне не смог получить. Вот такие вот награды, друзья, я даже смог вам показать, которые были в этом сезоне. Но Овечкин больше всего голов в плей-офф забил. Это я вам рассказываю. Вот, вот вы видите, дерево плей-офф, которого просто нету. Вот я нажимаю кнопку, ничего не срабатывает. Все статистики предыдущих сезонов вот только в наградах сохраняются. Книга рекордов. Что здесь, я еще, может быть, отсюда что-то вам смогу показать. А, ну, здесь просто статистика нашей команды, франшизы и все такое. Ну и теперь, друзья, самый важный вопрос. Что нам делать дальше с карьерой? У меня немного опустились, честно могу сказать, руки после того, что произошло вот в этом плей-офф. И я, конечно, очень бы хотел продолжить карьеру с осенью. Тем более у нас сейчас намного больше шансов стать вратарем номер один. Потому что рейтинг Бакина растет. Не забывайте об этом. Это в любом случае важнейшая, скорее всего, история. Вот, я вам сейчас еще покажу звенья, как изменилась наша команда. Я уже их видел. Вот, давайте посмотрим вместе с вами. Овечкин остался в Питтсбурге. Кросби и Гюнсель. То есть, первая тройка без изменений. А дальше, друзья, сюрпризы. Хорквист, Крейчи и Зукер. То есть, Малкин ушел из команды, как вы понимаете. Дэвид Крейчи пришел из Бостона. Неплохое приобретение, но все-таки. Дальше. Наш любимый Раст тоже пропадает. Потому что здесь Бобби Райант, здесь Джефф Картер приходит в команду. Маккейн остался. Ну и четвертое звено полностью изменилось. И здесь даже Алекс Гальченюк к нам присоединяется. Вот так вот. И Капанин. Это вот стартовые звенья. Я сейчас покажу, кто еще есть в запасе. Джарри. Ну, вратарь, понятно. И у него даже сейчас в рейтинг, видите, выше, чем у Бакина. Но он третий вратарь. Тейвс. Ну, то есть, это не самые ведущие игроки. Без звеньев нет никого. Вратари Бакин и Мюррей остаются. Вот. Не знаю. Дополнительно, что у нас есть. Точнее, не дополнительно. Нам надо сначала защиту вам показать. Потому что в защите тоже есть изменения. Тут Марк Джордана к нам пришел. Джонс пришел. А Хара, естественно, до свидания. Вот. Тут вообще все игроки поменялись. Тут Шаттон Кирк у нас появился. Ну, вы видите. Ларсон. Вообще вся просто линия защиты изменилась у Питтсбурга. Получается вот такая вот история. Не знаю, насколько она крутая или не крутая. И вот в таком составе, насколько вам будет интересно следить за этой командой. Конечно, ну, главные звезды Кросби Овечкин остались. Остальное все сильно поменялось. Прям сильно. Но говорю еще раз. Мое мнение. Я считаю, что в этом сезоне, вот во втором сезоне, у Бакина больше шансов стать основным голкипером и сыграть в плей-офф. И, может быть, тогда мы тут сможем зацепиться за кубок Стэнли. Хотя, не знаю, друзья. Хочу быть перед вами честен. Может быть, стоит сделать перерывчик. До лета. Сыграть сейчас, попробовать сыграть побыстрее карьеру за игрока какого-нибудь. Вы должны в комментариях сейчас написать под этим роликом, за кого вы хотите увидеть карьеру. Вот. Сыграть карьеру за игрока. Ну, может быть, параллельно вернуться с Бакином. То есть, ну, перемешивать их. Потому что летом контента будет вот такого предостаточно. И я думаю, все будут как раз таки с интересом за этим следить. Ну, или написать, не надо нам карьеры за игрока. Прямо сейчас, начиная сразу карьеру за Сеню Бакина. По-быстрому тут понаставите лайков и комментариев. Понапишите, чтобы я просто понимал, что вам интересно это. Что вы говорите своими лайками. Бабончик. Мы хотим дальше лететь за Сеней. Вот прям с предсезонки. Начиная и весь сезон. Полностью. Тогда, друзья, я прям полностью на вашей стороне. Никаких перерывов не делаю. Сразу продолжаю карьеру за Бакина. И мы с вами фигачим по полной программе. И тогда уже будем надеяться, что Сеня действительно поднимет кубок Стэнли над головой. Все. Говорю вам спасибо. В любом случае, спасибо за поддержку под этой карьерой. Вы просто красавцы. Меня вот мотивировали делать это все. В любом случае, продолжится она или нет. Вы молодцы. Я вам ставлю сам лайк. Подпишитесь на канал. Обязательно. Вот тут колокольчик не забудьте нажимать. И увидимся. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok